Насколько безопасным будет учебный процесс? Тысячи школьников готовятся сесть за парты. Кто-то впервые пойдет в первый класс. В связи с пандемией городские власти проверяют, как учебные учреждения освоили деньги, выделенные на закупку оборудования для работы в новой реальности. Необходимы у нас рециркуляторы, то есть обеззараживатели воздуха, санитайзеры, дозаторы с дезинфицирующим материалом, ну и средства индивидуальной защиты. Всего оборудования закуплено было более чем на 21 миллион. Однако потребность еще корректируется, и поэтому денежные средства выделяются, то есть работа ведется. Продемонстрировать готовность школы чиновники решили на примере третьей гимназии. Ей досталось более 300 тысяч рублей. За эти деньги на всех этажах установили ионизаторы воздуха. В каждой классе купили рециркуляторы. А для входного контроля были приобретены бесконтактные термометры. Помимо этого в гимназии развели потоки школьников, чтобы те не пересекались между собой. Руководство даже продумал сценарий первосентябрьской линейки. Она, кстати, пройдет только до первых и одиннадцатых классов. И они будут на две разбиты. То есть тоже, чтобы было не более. Ну, потому что родители еще приходят где-то в пределах 60-70 человек. Ну так вот минимально все. И то территория, это же, сами понимаете, на воздухе. Заходить будут все равно дистанционно. Но вот такая на 15-20 минут тоже все-таки в сокращенном варианте. Потому что дальше все, что проходило на линейках, переносятся в классы. Для каждого класса все уроки будут только в одном кабинете. Исключение физкультуры и, например, химия, которая требует лабораторного оборудования. Вход в школу, естественно, теперь не будет одним-единственным. На входе будут назначены, вернее, назначены уже распределены, скажем так, лица, которые будут счастливать замер температуры на входе. Предусмотрены помещения, в которые, если температура будет повышенная, изолируются как сотрудники, так и учащиеся, которые как бы затем отправляются или с родителями, учащиеся домой, для выяснения обстоятельств, или в медицинское учреждение. По итогам проверки, гимназия номер 3 признана готовой к работе. 1 сентября ее двери распахнутся более чем для тысячи школьников, а 119 ребят переступят порог первых классов. Екатерина Филиппова, Артем Михайлюта, 6 канал.